Итого, право владения и собственности можно разделить на узу фрукт, тот еще фрукт, и голая собственность. Хочу вам рассказать историю Машеньки. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Меня зовут Елена, и я рассказываю вам о разных моментах жизни Виталии. Этот ролик будет о недвижимости, о том, что иногда быть владельцем недвижимости, это не значит иметь право ею пользоваться. То есть таких случаев предусмотрено много. В этом ролике мы рассмотрим только узу фрукт. Хочу снять этот ролик, потому что мне позвонила подруга с вопросом, «Боже, Боже, такая дешевая квартира, что такое, что такое? Посмотри». На самом деле в объявлении было мелко-мелко-мелко написано, что продается только голая собственность. И человек, который не знает мелочей, может просто не обратить на это внимание, покупая собственность, и ладно. Но в Виталии не все так просто, потому что в Виталии есть реальные права на собственность, а есть такие вот хлипкие. Не поверите, право собственности не считается реальным. Реальными считаются только те права, которые дают возможность пользоваться недвижимостью, а не просто быть ее владельцем. Допустим, узу фрукт относится к реальным правам, а права собственности нет. Итого, о чем речь? Таких реальных прав есть много, мы обсуждаем только узу фрукт. Есть статья 981 Гражданского кодекса, которая говорит, что узу фрукт – это реальное право пользования, которое позволяет лицу, не являющемуся владельцем, пользоваться активом, пользоваться недвижимостью. В наших странах, откуда мы приезжаем, обычно собственность и право пользоваться – это одно и то же. То есть, если я владелец квартиры, то я могу прийти в любой момент, выломать дверь, всех выбросить и занять мою квартиру. Потому что моя – мое право. Хотя даже в наших странах, если я сдаю квартиру в аренду, то я право пользования передаю другому лицу, я остаюсь владельцем, но этот человек может пользоваться и на период аренды, на тот период, пока он пользуется моим недвижимым имуществом, платит мне денежку за каждый месяц пользования. В наших странах забрать обратно себе право пользования можно очень легко. В Италии с этим большие-большие проблемы. Узуфрукт у нас регулируется статьей 981. Откуда он может появиться? Его разделяют на несколько видов. Может быть, узуфрукта легали – это статья 324. Я не помню наизусть номера статьи, поэтому я подсматриваю шпаргалку. Законный узуфрукт – это тот, который есть уже сам по себе, автоматически, у родителей несовершеннолетних детей. То есть, если моему ребенку принадлежит какая-то недвижимость, то я, как мама, имею автоматически законное право пользоваться этой недвижимостью. У того, кто владеет узуфруктом, есть еще не только права, но и обязанности. Это мы проговорим дальше. Но если у моего ребенка есть недвижимость, я автоматически стою узуфрутарию. У меня автоматически есть права на эту недвижимость. Есть реальные права. А у ребенка несовершеннолетнего остается только голая собственность. Еще этот узуфрукт у меня может появиться по договоренности, если я его покупаю, либо кто-нибудь мне его дарит. У меня сама по себе заработала стамбанте. Итого, откладываем это. Пробуем понять, что такое за фрукт. Допустим, есть квартира, какая-то собственность, вот она целиком. И у этой квартиры можно разделить голую собственность. Итого, право владения и собственности можно разделить на узуфрукт, тот еще фрукт, и голая собственность. Хочу вам рассказать историю Машеньки. Машенька вышла замуж, здесь Виталий переехала, и при этом продолжала все время работать, деньги копить. Как прям вот как Белочка собирала, все сносила в кубышечку. И жила себе со своим итальянским мужем. А у итальянского мужа были сестры очень злобные, очень жестокие и очень хитрые. И эти сестры очень завидовали тем, что у Машеньки было вот денежки, накапливались. И они придумали, как эти денежки у Машеньки забрать и Машеньку обмануть. Муж Машеньки был слишком добрый, и он не очень понимал, не очень разбирался, ну как бы и не очень, тем более, что он находился между двух огней. Тут сестры вроде им перечить нельзя, тут Машенька, которая жена опять-таки. В общем, история была трагическая, потому что хитрые сестры пришли к Машеньке и говорят, Эта квартира, в которой вы живете, вообще-то должна бы принадлежать нам всем троим после смерти родителей. Ты живешь вместе со своим мужем и с нашим братом, но ты нам должна оплатить две части наших. И чтобы мы к тебе не имели претензий, тогда квартира будет твоя. И самое правильное, если мы тебе продадим узуфрукт, мы разделим голую собственность, мы отдадим твоему мужу Джванне, а тебе, Машенька, продадим узуфрукт, и ты будешь пользоваться этой квартирой, будешь иметь, у тебя все реальные права. Машенька обрадовалась, деньги отдала, потому что посчитала, что вот, она теперь будет владелицей квартиры, она теперь будет все иметь. И у нее деньги забрали и продали ей за эти деньги узуфрукт. Посмотрим, чем отличается голая собственность и узуфрукт. У Машеньки, которая стала узуфруктарию, появились права. Тот, у кого узуфрукт, имеет право пользоваться собственностью, жить сам, принимать там гостей, либо сдавать ее в аренду и собирать деньги. Сестры сказали, Машенька, сможешь спокойно распоряжаться этой квартирой, можешь жить сама, можешь, когда хочешь приглашать, можешь сдавать в аренду, брать деньги, все такое. Представляете, какие хитрые. Машенька обрадовалась, потому что правда, узуфруктарию имеет право все это. Второй момент. Если узуфруктарию как-нибудь там улучшат эту квартиру, что-нибудь достроит, то тогда владелец голой собственности обязан оплатить вот эти расходы. Кроме того, владелец узуфрукта может там чинить, может не чинить, какие-то такие простые расходы. Если требуются большие расходы, ремонт какой-то глубокий, все страординарии, манутенциально страординария, то ее обязан оплачивать тот, у кого голая собственность. В нашем случае это был Джованни. Машенька так обрадовалась. Одни плюшки, никаких обязанностей, все обязанности на Джованни, а у нее только польза. Все было бы хорошо, если бы эти сестры не были очень такими бессовестными. Дело в том, что узуфрукт, он существует только до тех пор, пока жил владелец узуфрукта. Если умирает Джованни, то его собственность, голая собственность, переходит сестрам, как единым наследникам, и они становятся владельцами вот этой голой собственности. А если умирает Машенька, то весь этот узуфрукт просто исчезает, растворяется в воздухе, его больше нет. И тогда голая собственность становится настоящей собственностью, одетой. Она объединяется с узуфруктом и становится полноценной, сильной собственностью. То есть, представляете, как сестры ее хитро обманули, забрали у нее деньги и продали ей вещь, которая, да, есть директориале, но это то право, которое растворяется в воздухе, если Машенька умрет. То есть, она не сможет передать это право пользования ни своим детям, ни своим внукам, никому из родственников. А как только с Машенькой что-то случится, то сестры получат полностью все владение. Вот такая вот грустная история, как плохо обошлись с Машенькой. Так что лучше иметь голую собственность. А, из хорошего. Если у вас есть немного денег и вы не знаете, куда их положить, то очень часто на рынке бывает такой случай, что, например, там живет бабушка старенькая, которая живет в этой квартире, но ей там не хватает денег, еще что-то, внукам хочет. И она предлагает, я вам продам голую собственность за маленькие деньги, за одну треть стоимости квартиры, а себе оставлю узуфрукт. То есть, вы можете купить только голую собственность за треть стоимости квартиры, и потом, когда тот, у кого остался узуфрукт, умирает, вы автоматически становитесь полным владельцем всего-всего-всего. И это получается очень такая выгодная штука, потому что покупаете за дешево, и потом автоматически становитесь полным владельцем. Не путайтесь с тем случаем, когда вы обязуетесь содержать какого-то старичка взамен на то, что передадут квартиру потом. Потому что старичок может жить долго, может иметь капризы, может передумать этот контракт. То есть, там очень много разных подвохов, очень много. Поэтому самым надежным способом, конечно же, купить нудо-проприета и ждать, когда она станет настоящей, хорошей. Пишите, пожалуйста, какие еще вещи вам интересно узнать о недвижимости, какие подвохи. Их очень много. Ой, надо будет все это порассказывать, позаписывать. Как-нибудь соберусь. Все, делитесь, пожалуйста, этим роликом, ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно, и оставайтесь со мной. Всех вас обнимаю. Пока-пока.